Добро пожаловать на Альфа-Ньюс. Это Армянская неделя, с вами снова я, Бенямин Мативасян, и мы продолжаем представлять вашему вниманию основные события, произошедшие за последние 7 дней. В нашем сегодняшнем выпуске смотрите. Партнеры Пашиняна, Эрдоган и О'Брайен раскрыли все карты. В Карабах вошла Турция, а коридор через Армению необходим Вашингтону. Иран полагает, что Зангезурский маршрут пойдет во вред Армении. А Анкара продолжает увязывать нормализацию отношений с Ереваном с мирным договором между Арменией и Азербайджаном. Неделя выдалась не только сложной, но и полной на разного рода весьма резонансные события. Одним из таких резонансных событий, безусловно, было заявление Раджепа Таипа Эрдогана, который, угрожая Израилю вводом войск турецких на территорию Израиля, вспомнил ситуацию с Карабахом. Президент Турции Раджеп Таипа Эрдоган пригрозил Израилю вводом войск в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта, сообщают турецкие СМИ. С таким заявлением он выступил в родном городе Ризе на собрании партии «Справедливости и развития». В пример, он привел участие Турции в войнах в Карабахе и Ливии. Турецкий ядер подчеркнул успехи в военно-промышленном комплексе и экономике страны. Однако он отметил, что если бы Турция была еще сильнее, то Израиль не позволил бы себе воевать против палестинцев. Точно так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы сделаем то же самое и с ними, с израильтянами. Ничего не помешает нам сделать это. Мы просто должны быть достаточно сильными, чтобы предпринять такие шаги, заявил он. Также он вновь выразил сожаление в связи с тем, что глава Палестины Махмуд Абас отказался выступать в турецком парламенте. Глава МИД Израиля Исраиль Кац отреагировал на заявление Эрдогана и сравнил турецкого президента с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном. Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Он просто должен вспомнить, что там произошло и чем все закончилось, написал Кац в своем микроблоге в социальной сети X. Если быть до конца откровенными, то стоит сказать, что в заявлении Эрдогана не было ничего нового. Ну, по крайней мере, для жителей Армении. Более того, даже для властей Армении. Помните, как Никол Пашинян во время 44-дневной войны, во время интервью одному из западных СМИ отметил, что Турция вернулась в наш регион для того, чтобы завершить то, что она начала в 1915 году. Иными словами, даже Никол Пашинян понимал, что локомотивом боевых действий в Карабахе в 2020 году была именно Турция. Западные и российские средства массовой информации в тот период пестрили заголовками о том, как Турция помогает Азербайджану в войне против Нагорно-Карабахской республики. И другое дело, что с течением времени власти Армении решили проводить более открытую политику по интеграции Армении в тюркский мир и участие Турции в 44-дневной войне пытаются предать забвению. По всей видимости, сугубо на тактическом уровне между Эрдоганом и Алиевым есть определенные противоречия. И заявление Эрдогана было направлено в первую очередь представителям официального Баку, для того, чтобы продемонстрировать, что ни один процесс в регионе, в том числе и так называемая нормализация отношений между Ереваном и Баку, не может произойти без учета интересов официальной Анкары. И то, что наша версия самая близкая к реальности, в действительности подтверждает даже Министерство обороны Азербайджана, которое очень оперативно отреагировало на заявление Эрдогана и отметило, что якобы во время боевых действий 2020 года ни одна иная страна, кроме Азербайджана, не была вовлечена в процесс восстановления так называемых территориальной целостности Азербайджана, которой Нагорно-Карабахская республика никогда не имела, не имеет и не будет иметь никакого отношения. Однако в данной ситуации есть весьма примечательный нюанс. Эрдоган ведь не сказал, что речь идет только о событиях 2020 года. Он просто отметил, что Турция вошла в Карабах. Можем ли мы предположить, что Турция вошла в Карабах не только в 2020 году, но и в 2023 году? Многие в Армении, к сожалению, либо забыли, либо не обратили внимания. Однако после того, как азербайджанские войска осуществили в Нагорном Карабахе очередную этническую чистку, одно из турецких средств массовой информации распространило заявление, так сказать, по итогам телефонного разговора Реджепа Таипа Эрдогана и Никола Пашняна, который состоялся до 19 сентября, то есть до того, как азербайджанская армия начала очередную этническую чистку армян в Карабахе. Из публикации турецкого СМИ мы узнали, что, судя по всему, власти Армении были осведомлены о планах Азербайджана по вторжению на территорию Нагорно-Карабахской республики. И вновь здесь возникает вопрос, а принимали ли участие в этих событиях и в военные со стороны официальных Анкары. Практически четыре года прошло с момента начала 44-х дневной войны, и спустя четыре года Реджеп Таипа Эрдоган более прямо говорит о том, что Турция была вовлечена в события, как минимум в события 2020 года, но на самом деле интереснее было бы услышать оценку Эрдогана по поводу того, когда и как они вошли в Армению. Поскольку если бы Турция не вошла бы в Армению, то ни Алиев, ни Эрдоган не увидели бы ни Карабаха, ни тем более падения Карабаха. Так что подождем и увидим, что в дальнейшем будет рассказывать об этой ситуации Реджеп Таип Эрдоган. На неделе Никол Пхашинян посетил соседний Иран и принял участие в инаугурации новоизбранного президента Ирана. Однако до инаугурации Пхашинян встретился также с духовным лидером Ирана Айатуллой Али Хаменеи, который сделал весьма важное заявление, касающееся так называемого Зангезурского коридора. Иран считает Зангезурский маршрут во вред Армении и продолжает придерживаться этой позиции. По сообщению иранского агентства Мехер, об этом заявил верховный лидер исламской революции Сеид Али Хаменеи на встрече с Николом Пхашиняном. Мы твердо верим в развитие отношений с Арменией. Сотрудничество между двумя странами будет продолжаться на основе интересов и независимо от политики других народов. Иностранцы же не должны создавать ограничения в отношениях соседних стран, заявил он. Пхашиня, в свою очередь, сообщил, что Армения неоднократно заявляла, что не приемлет ни одного трансрегионального маршрута на своей территории. Следует вновь сказать, что на неделе действительно было зафиксировано большое количество весьма неординарных, нестандартных событий. И одни из главных внешнеполитических партнеров Пхашиняна, Турция и Соединенные Штаты Америки были максимально откровенны. Как мы отметили, Эрдоган рассказал о том, как они вторглись в Карабах, а представитель Госдепартамента США рассказал прямо фактически о том, что главным бенефициаром так называемого Зангезурского коридора является именно официальный Вашингтон. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен выступил на слушаниях о будущем Европы в Комитете Сената по международным отношениям и в рамках своего выступления затронул тему армяно-азербайджанских отношений, а также ситуации в регионе Южного Кавказа. Джеймс О'Брайен, в частности, отметил следующее. Госдепт создал совместную с Арменией платформу, которая поможет ей снизить зависимость от России. Армения почти полностью зависит от России в сферах энергетики и экономики. Нам необходимо помочь им диверсифицироваться, дать возможность реализовать смелые шаги, которые возглавляет Никол Пхашинян. Россия гарантировала безопасность Армении после войны 2020 года и задолго до нее, но отвернулась от Армении, когда Азербайджан вернул себе территорий Нагорного Карабаха. Это привело к серьезному отторжению, и большинство армянского общества хочет отойти от России. Таким образом, мы создаем условия для того, чтобы помочь Армении сделать это. На этой неделе есть важный дедлайн. Военнослужащие ФСБ России должны уйти. Это важно по ряду причин, поскольку они расположены в международном аэропорту, и из-за этого могут возникнуть определенные санкции. Таким образом, мы увидим реальное отношение России к уважению суверенных желаний Армении, чтобы Армения могла создавать те отношения, которые она захочет. Мы также твердо поддерживаем усилия Никола Пашиняна и президента Алиева, направленные на достижение мира. Россия хочет, чтобы это произошло на ее условиях, однако обе страны немного разочарованы ее участием. Мы прилагаем все усилия, чтобы в соглашении было отражено стремление к миру обеих стран. Страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки через Россию и Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который пройдет через Армению или Азербайджан, они получат доступ к мировым рынкам и будут гораздо меньше зависеть от Москвы и Пекина. Армения и Азербайджан уже начали работы по демаркации, но есть определенные территории, которые находятся под контролем противоположной стороны. И после демаркации эти территории могут вернуться к соответствующим странам. Это пункт мирного соглашения. Обе страны работают над этим процессом. И США четко заявили, что граница, которая будет скорректирована после окончания процесса, должна быть окончательной, заявил Джеймс О'Брайан. На неделе состоялась очередная, уже по счету пятая встреча спецпредставителей Армении и Турции по налаживанию отношений между двумя странами. На этот раз встреча Рубиняна и Калыча прошла на армяно-турецкой границе. На армяно-турецкой границе прошла встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации взаимоотношений двух стран Рубена Рубиняна и Сердара Калыча. В начале встречи спецпредставители осмотрели недавно отремонтированное КПП Маркара на территории Армении. По итогам переговоров Министерство иностранных дел Армении распространило заявление, в котором в частности было отмечено. Специальные представители процесса урегулирования отношений между Арменией и Турцией договорились в соответствии с региональными развитиями оценить технические потребности, которые создадут возможность для запуска железнодорожного пограничного пропускного пункта Ахурик-Акяка, а также взаимно упростить визовые процедуры для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Они еще раз подчеркнули договоренность о продолжении процесса урегулирования без каких-либо предварительных условий для достижения конечной цели полного урегулирования отношений между двумя странами. Армяно-турецкий переговорный процесс после встречи Рубиняна и Калыча прокомментировал и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который своими комментариями в очередной раз подтвердил не только то, что у Турции есть целый ряд предусловий, после выполнения которых она, возможно, откроет с Арменией границу, но и в очередной раз своими заявлениями Хакан Фидан показал, что Министерство иностранных дел Республики Армения просто обманывает своих граждан. Турция может открыть границу с Арменией при нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. По словам дипломата, между Арменией и Азербайджаном продолжается переговорный процесс. В связи с этим турецкой стороне необходимо подготовить свой сценарий на случай его положительного завершения. И в этом направлении ведется работа. Если процесс нормализации будет завершен, мы активируем позитивный сценарий, то есть можем открыть наши ворота на границе, заявил турецкий министр. Иными словами, из заявлений Хакана Фидана следует, что если даже власти Армении выполнят все предусловия, навязываемые Арменией со стороны официальной Анкары, нет ровным счетом никаких гарантий, что Турция откроет границу для Армении. Если же армяно-турецкая граница не будет открыта, то это просто подтвердит тезис, который ранее нами неоднократно выдвигался, что проект Никола Пашиняна, именуемый перекрестком мира, рискует стать тупиком Никола Пашиняна. Вновь отметим, Фидан продемонстрировал, что Министерство иностранных дел Армении просто врет своим гражданам. И врут они не только, когда говорят о том, что у Турции нет никаких предусловий. Даже термин, так называемый термин «перекресток мира» не соответствует действительности. Мы уже представили вашему вниманию заявление Джеймса О'Брайена, который весьма подробно и весьма откровенно рассказал, для чего Соединенным Штатам Америки необходим коридор, необходим маршрут, необходимы коммуникации через территорию Армении. Необходимы они для того, чтобы сделать транспортную, логистическую блокаду Российской Федерации и Китая более полноценной. Отметим, что до нынешней минуты Министерство иностранных дел Армении никак не прокомментировало заявление Джеймса О'Брайена. В данном случае мы вновь можем сказать, что молчание — знак согласия, и что власти Армении прекрасно понимают, что так называемый «перекресток мира» — это некий проект, целью которого является не осуществление таких преобразований, при помощи которых границы Армении будут открыты, а это такой проект, который направлен именно против официальной Москвы и официального Пекина. Не может нечто называться «перекрестком», если ты делаешь нечто против конкретных геополитических центров. Этот проект действительно мог бы быть «перекрестком мира», если бы он был открыт для всех возможных субъектов, у которых есть необходимость пользоваться этой коммуникацией, для Соединенных Штатов Америки, для Европейского Союза, для стран Центральной Азии, для Ирана, для Азербайджана, для Турции, для Китая, для Индии, для России. Однако власти Армении идут иным путем. Мы это отмечаем для того, чтобы было максимально понятно, что даже в терминах власти очень часто манипулируют общественным сознанием. Никакого «перекрестка мира» не было и не будет. При этом давайте будем откровенны. К сожалению, как минимум в информационном поле создалась такая ситуация, когда простому жителю Армении может показаться, что вопрос с коридором на самом деле уже решен. И этот вопрос, как дамоклов меч, навис над Арменией. И если не будет коридора, то будет новая война. Именно в этом пытаются армянское общество убедить представители власти, и связаны с ними различные эксперты, средства массовой информации. И как аргумент по поводу того, что у власти Армении нет более никаких шансов, кроме как сдать этот коридор под управление, в данном случае, Соединенных Штатов Америки, приводит в ситуацию с войной 2020 года. Говорит о том, что вы видите, мы попытались противостоять более сильным геополитическим игрокам, и мы проиграли. Именно поэтому следует предоставить коридор, и, возможно, тогда и наступит мир. А может быть, следует подойти к этой ситуации несколько с иной точки зрения? Можем ли мы предположить, что война 2020 года, капитуляция 6 октября 2022 года, когда Никол Пашнян в Праге своим личным решением признал Карабах частью Азербайджана, этническая чистка в Карабахе, осуществленная в 2023 году, были сделаны именно для того, чтобы как минимум в информационном поле создать видимость того, что у Армении более нет никакого выхода, и обязательно следует сдать так называемый коридор, и именно это и является залогом безопасности для Армении. Наши сомнения становятся еще более обоснованными, когда мы знакомимся с одним очень интересным и очень весьма примечательным материалом, который был написан уже в далеком 2001 году. Речь идет об одной статье, автором которой является Никол Пашнян. Статья, написанная в 2001 году, в мае 2001 года, где Никол Пашнян рассказывает о том, какие экономические блага ждут Армению в случае того, если будет задействован так называемый Мегринский коридор. Самое время ознакомиться с этой статьей более подробно. Это сайт газеты Никола Пашняна, armtimes.com. Статья, в которой отмечено, что Турция хочет выхода в Центральную Азию. Этого же хотят и Соединенные Штаты Америки. А поскольку единственным союзником, а поскольку единственным союзником американцев в нашем регионе является Турция, то Соединенные Штаты Америки пытаются реализовать свой план выхода в Центральную Азию через Турцию. И коридор через Мегри мог бы стать для них такой возможностью. При этом Никол Пашнян отмечает, что, конечно же, этот план идет вразрез интересам России и Китая. И он задается вопросом, а кто сказал, что Армения должна учитывать интересы России и учитывать интересы Китая? Интересно также и то, что он не отметил, кто должен в таком случае учитывать интересы самой Армении. Пашнян также в своем материале отмечает, что вопрос Мегри очень похож на план геноцида 1915 года в плане мотивов. Уже тогда, по мнению Пашняна, армяне, игнорируя собственные интересы, попали в лоно безграничной русофилии. И он говорит, что мы все знаем, что произошло после этого. Никол Пашнян также в своей статье, вновь отметим, что статья написана в 2001 году, отмечает, что нам, то есть Армении, предоставлен уникальный исторический шанс стать сердцем этого региона, точкой пересечения Запада и Востока со всеми вытекающими из этого последствиями. Дорогие друзья, теперь вы понимаете, что на самом деле происходит с Арменией, что на самом деле произошло с Нагорным Карабахом и почему, для чего, как минимум в информационном пространстве создана видимость того, что у Армении нет иного выхода, кроме как сдать злосчастный коридор. Такова была Армянская неделя, а мы встретимся с вами ровно через 7 дней в эфире Альфа-Ньюс. Оставайтесь с нами и берегите себя.